Россия своих не бросает, и в этом едины все присутствующие здесь люди. Март 2014 года Барнаул, митинг в поддержку действий Владимира Путина, а также русскоязычных жителей Украины. Через несколько дней Крым станет наш, а доллар пока стоит 36 рублей. За то, чтобы стать частью России, 8 лет назад проголосовало почти 97% крымчан и почти 96% севастопольцев. А накануне о возможном вступлении в состав России заявил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. С 2014 года это та идея, ради которой они обороняются, ради которой они живут, ради которой они все это терпят. Это их земля, это их территория, там жили их предки, и они мало того, что жили под бомбежками, но при этом они же обставили свою территорию. За 8 лет их так и не смогли захватить, несмотря на подавляющее преимущество. Правда, позже глава республики уточнил, сейчас подготовка к референдуму не ведется. В Госдуме также заявили, неподходящее время для референдума. Чтобы решение было обоюдным, необходимо охватить голосованием большинство жителей республики. Во время специальной операции это невозможно. Но уже сейчас историки и политологи полагают, что в ЛНР многие желают стать частью России. «Справедливо, законно и прочее» – это разные термины. По справедливости – да. Да, и Крым наш, да, и, вероятно, и Донецк наш, поскольку он долгие годы входил в состав РСФСР и был подарен прежними властями Украины, как и многие другие территории. Историю рассудят. Я так думаю. В 2014 году после присоединения Крыма Россия попала под десятки международных санкций, большинство из которых действуют до сих пор. Вероятно, подобные меры стоит ждать и в случае возможного присоединения ЛНР. Если, конечно, еще осталось, что запрещать и выводить из страны. Нужно восстановить заводы, фабрики, инфраструктуру. Все это требует достаточно серьезных финансовых вложений. Организовать пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальные гарантии. Можно привести такой классический пример. Когда Крым объявил о согласии войти в состав РФ, мост через реку Лена напротив Якутска был заморожен, строительство, и был построен Крымский мост. И мост через Лену до Якутска до сих пор не построен. А вообще политологи говорят, что 2022 год еще удивит нас своими событиями. Речь идет об изменении всего мирового порядка. Мир доходит до такой планки, когда изменения неизбежны. И, соответственно, начинается рваться там, где тонко. Вот мы снова и видим по миру. Емин, Саудовская Аравия, Израиль, Нагорный Карабах, и в Средней Азии не все благополучно. Потихоньку это рвет во всем мире. А нам, к несчастью, живущим в эпоху перемен остается лишь наблюдать. В том числе и за очередной встречи делегаций России и Украины. Переговоры должны возобновиться сегодня-завтра в Стамбуле. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский, День с толком.